А сейчас пересказ фильма «Девушка в ящике». Подпишитесь на канал, приятного просмотра. Фильм основан на реальной истории. Фильм начинается с того, что парень по имени Кэмерон выходит из машины в глуши. На пассажирском сидении сидит девушка, ее зовут Дженнис, и она выглядит расстроенной. Кэмерон открывает багажник машины и просит Дженнис помочь ему. Сначала Дженнис отказывается, но Кэмерон убеждает ее. Они достают из багажника тело женщины и тащат его в лес, после чего закапывают тело в глубине леса. С восходом солнца они заканчивают работу и возвращаются в машину. Дженнис говорит Кэмерону, что она не ожидала, что кто-то умрет. Кэмерон говорит ей, что ему пришлось убить девушку, потому что она начала орать. После этого они уезжают. Следующая сцена переносит нас в 19 мая 1977 года. Это солнечный день в Северной Калифорнии. Девушка по имени Колин стоит на обочине дороги в поисках попутки. Через некоторое время перед ней останавливается машина. В машине сидят Кэмерон и Дженнис. Они предлагают Колин подвезти ее. После короткого знакомства Колин признается, что добиралась автостопом из Орегона, чтобы попасть на день рождения своей подруги. Машина продолжает ехать, пока они не доезжают до заправки. Колин идет на заправку подкрепиться, а Кэмерон достает из багажника коробку и кладет ее на заднее сидение. Когда они снова начинают движение, Кэмерон говорит Колин, что они собираются остановиться, чтобы посетить ледяные пещеры. Но нужно съехать с дороги. Колин нерешительно соглашается, и они едут в лес. Там Дженнис просит Колин выйти и следовать за ней к пещерам. Тем временем Кэмерон подкрадывается к Колин и приставляет нож к ее горлу. Он угрожает воспользоваться ножом, если она будет сопротивляться, после чего он надевает на Колин повязку на глаза. Он также затыкает ей рот и надевает наручники, после чего засовывает ее голову в ящик на заднем сидении. Они переждали день на обочине дороги, а когда наступили сумерки везут Колин к дому. Кэмерон заводит девушку в подвал. Перед тем, как уйти, он снова кладет голову Колин в коробку. На следующий день Кэмерон уезжает из дома. Вечером он возвращается домой и заходит в подвал. Он кормит Колин и разрешает ей облегчиться в горшок, а затем снова бьет ее плетью, а Дженнис все это время подслушивает наверху. В тот вечер Дженнис спрашивает Кэмерона, что они собираются делать с Колин. Кэмерон отвечает, что отпустит ее через несколько дней. Но Дженнис страдает паранойей и думает, что Колин пойдет в полицию, поэтому Кэмерон решает, что они будут держать девушку в подвале. На следующий день Кэмерон превращает деревянный гроб в тюрьму для Колин. Находясь в гробу одна, девушка вспоминает о том дне, когда она уехала из дома. Она вспоминает, как ее отец предложил оплатить проезд на автобусе, но она хотела ехать автостопом. Проходит несколько дней, и семья Колин наконец понимает, что она пропала. Они подают заявление в полицию, но ничего не выясняется. Проходит полгода, и однажды Дженнис приходит на работу к Кэмерону на лесозавод. Она говорит ему, что беременна и что они должны освободить Колин. Кэмерону не нравится эта идея, и он использует паранойю Дженнис, чтобы убедить ее в обратном. Кэмерон просматривает журналы и находит статью о подпольной торговле людьми. Кэмерон составляет фальшивый контракт на пленение и идет к Колин. Он придумывает историю о том, что работает в компании, которая занимается торговлей людьми в рабстве, и показывает ей статью. Он заставляет Колин подписать фальшивый договор о неволе. Затем он говорит ей, что теперь она их пленница, и если она попытается сбежать, компания будет преследовать ее семью. Он также говорит Колин, что Дженнис тоже была его пленницей и пыталась сбежать. В результате компания ее нашла и сломала Дженнис ногу, но затем Кэмерон ее спас и через некоторое время женился на ней. На следующий день он надевает на шею Колина шейник и приучает ее называть его хозяином. Он говорит ей, что отныне ее зовут Кейт. Он медленно делает из нее пленницу, которая выполняет все их обязанности. У Дженнис наконец-то рождается ребенок, и эта девочка. С момента похищения прошло два года, и Колин свыклась со своим положением. Кэмерон рассказывает ей выдуманные истории о том, что случалось с пленниками, которые пытались убежать. Он рассказывает, как один пленник пытался обратиться в полицию, но полицейские работали на компанию. Компания отрезала пленница конечности и язык. Все это заставляет Колин все больше и больше смиряться со своим положением. Дженнис, напротив, завидует Колин. Она плохо обращается с ней и заставляет своего мужа ее бить. Она даже утверждает, что единственное предназначение Колин – это терпеть боль. Однажды Кэмерон берет Колин на сбор древесины. Во время работы он поранился и упал на землю. Колин на мгновение задумывается о побеге, но ей страшно. В итоге она помогает Кэмерону и даже накладывает ему швы. Когда они возвращаются в тот вечер, Дженнис жалуется, что Кэмерон хочет Колин больше, чем ее. Кэмерон предлагает им разделить Колин в постели, и Дженнис соглашается. Однако, как только Кэмерон пытается приступить Колин, Дженнис приходит в ярость. Она пытается убежать из их дома, но Кэмерон останавливает ее. Дженнис предупреждает Кэмерона, что он больше никогда не сможет прикоснуться к Колин. Поэтому Колин теперь проводит большую часть времени в коробке. Она почти не вылезает из ящика, и с момента ее похищения проходит 4 года. Колин выглядит физически больной, и однажды она видит дочь Дженнис. Девочку зовут Эмбер. Колин потрясена тем, как сильно выросла Эмбер. Она явно потеряла счет времени. Однажды Кэмерон и его семья уезжают на озеро. Колин остается одна и начинает задаваться вопросом, почему она терпит все это. У нее начинаются видения, в которых священник говорит ей, что страдания – это испытание Бога. Она даже видит свою сестру Бонни. В конце концов, ей снится сон о том, что она тонет, и в итоге открывает дверь ящика. Кэмерон возвращается и обнаруживает, что дверь ящика открыта. Он боится, что Колин убежала, но она просто сидит в душе. Он узнает, что Колин читала в книге об обязательствах пленника. Он подходит к Дженнис и говорит ей, что они должны позволить Колин выйти из коробки. Он также говорит Дженнис, что вероятно переспит с Колин. Он оправдывает свои намерения, читая отрывок из той книги, которая разрешает хозяевам спать со своими пленниками. С этого момента Колин начинает проводить больше времени вне дома. Она начинает дружить с Эмбер. Дженнис тоже приходит в себя и начинает хорошо относиться к Колин. С момента похищения прошло почти 6 лет, и Колин теперь работает горничной у Кэмерона. Тем временем Дженнис очень подружилась с Колин. Она водит ее в церковь и даже разрешает Колин играть с Эмбер. Кэмерон стал более жестоким по отношению к Дженнис и хочет сблизиться с Колин. Поэтому он говорит Колин, что она может навестить свою семью. Он утверждает, что убедил компанию разрешить ей приехать. Затем Кэмерон отвозит Колин к ней домой. Он предупреждает ее, что если она скажет что-нибудь плохое, компания убьет ее семью. Он оставляет ее в доме. Семья Колин в восторге от того, что снова увидела ее. Бонни пытается спросить Колин, где она была все это время, но девушка молчит. Она рассказывает семье, что парень, который ее подбросил, ее бойфренд и зовут его Майк. На следующий день Кэмерон приезжает за Колин. Ее родители спрашивают о том, как живет их дочь. Кэмерон придумывает историю о том, как они встречаются, и заверяет, что собирается жениться на Колин. В конце концов, они уезжают и возвращаются домой в Калифорнию. Дженнис к этому времени стала очень религиозной и чувствует себя виноватой перед своей пленницей. Однажды она подслушивает, что ее муж намерен жениться на Колин. На следующий день она уходит из дома, чтобы остаться с родителями. Это очень расстраивает Кэмерона, поэтому он наказывает Колин плетью и сажает ее в свой сарай. Он оставляет ее там и уезжает на машине. Тем временем возвращается Дженнис и освобождает Колин. Она советует Колин вернуться домой, но она не хочет предавать Кэмерона. Дженнис рассказывает девушке, что несколько лет назад Кэмерон убил девушку. Ее звали Марлиц, и они похоронили ее в лесу. Она также говорит Колин, что никакой компании пленников нет, и она может вернуться домой. Колин соглашается и на автобусе едет в Орегон. Девушка провела в плену 2640 дней, но наконец-то она свободна. С другой стороны, Кэмерона ловят полицейские и отправляют в тюрьму на 104 года. Дженнис становится свидетелем против Кэмерона и получает помилование от властей. Девушка попала в ситуацию, из которой нужно сделать два вывода. Первый – нельзя пользоваться автостопами. И второй – нужно сразу обращаться со своей проблемой к близким людям в полицию или в специальную службу. Нельзя молчать. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ведь это очень важно для развития канала. А также ставьте лайки и оставляйте комментарии.